Я считаю, что самая закономерная ничья была, мы практически БТ не дали ничего создать. Первый тайм, я считаю, что сыграть слабовато, в плане то, что мы наигрывали, не выполнили. Во втором тайме перестроились, я считаю, что неплохие фрагменты были, но еще надо... Самое хорошее у нас есть чему расти, то есть хуже-то мы уже не будем, а будем только улучшать свою игру. Коллеги, представляемся, до новых вопросов. Сергей Владимирович, в полиции дают 100 дней, у вас больше не дают, а сегодня месяц заканчивается, что не получилось, что не получилось. Некоторым и больше дают. Ну, что не получилось, вы поймите, чтобы, опять же, чтобы выполнять определенные требования тренера, должна быть определенная подготовка. Вот. То, что я сегодня видел, то ребята отдали максимум. И этот максимум у нас, каждая игрой, он поднимается. То есть мы уже можем более агрессивно играть, больше делать и беговой работой, и вести единоборство. То есть в этом уже есть прогресс. В плане тактики, первый тайм, я считаю, что то, что мы наигрывали, не все у нас получилось, потому что, не хочу даваться в подробности, там два человека немножко неправильно играли, и поэтому... Плюс, мне не понравилось, что мы проигрывали много единоборств в атаке. Любая игра, она подразумевает еще и контр-игру. Вот. Понятно, что с Ботеном сегодня играть первым номером, это... Ну... Даже, ну... Тогда, наверное, я не ту профессию выпал. Если мы бы первым номером играли против Ботен. Но после отбора мы, конечно, должны были более качественно выходить в атаку и более качественно действовать именно хладнокровно. Ну... Ну, в втором тайме я ребятами доволен. Стадо играть более компактно, более... Выигрывать больше единоборств, и поэтому игра выровнялась. Я считаю, что второй тайм был достаточно неплохого качества. Спасибо. Сергей Анатольевич, вы на себе ощутите, не делаете о новых правилах. За что получил ту же упаковку? Ну, я получил за то, что судья судить не умеет, и все. Ну, если он... Такие простые эпизоды он трактует всегда почему-то в одну сторону. Когда игрок отбирает мяч, чисто отбирает мяч, и он берет, и... Ну, это же вообще... Идет единоборство, наш игрок вверху. Толчок идет в спину, не свистка, ничего. Ну, и таких много было эпизодов. По мне это, конечно... А потом берет, и во втором тайме меняется. Ну, это цирк. Вы повлияли, видимо? Я? Да я ни на что не влияю. Ребят, давайте будем заниматься, кажется, своим делом. Если он судья, он должен судить и определять правильно эпизоды. Во втором тайме... Бардак. Бардак. Еще тут. Еще тут. Нет, во-первых, нам надо уже готовиться, и кеврокубка надо сыгрывать, ребят. И... То, что упущено, мы сейчас набираем через игры. Если вы видите наш календарь, сколько много... Тот же кубок был, тоже непростой, в Микошевичах. Вот. И... До этого были все игры. У нас даже ни единого цикла не было так как такового. Даже сейчас подготовка... Пять дней было вот перед... Перед... Перед БАТЭ. Подтянуть какие-то качества я могу только через игры сейчас. Через тренировочный процесс нереальный, потому что в основном ты занимаешься восстановлением и тактикой. То, что мы хотим видеть. И то, это надо очень дозированно все делать. Потому что результат никто не отменял. Сергей Викторович, как оцените действия динамской молодежи? Достаточно неплохо. Я им даю шанс, потому что я вижу, как они играют за дубль. Вот. Понятно, что ребят, ну... Это как бы им может быть чуть-чуть еще и авансом. Но у них, чтобы они дальше продолжали работать, прогрессировать, чтобы они увидели, какой накал борьбы и какой футбол требуется во взрослых. В взрослых футбол. Там уже никто не смотрит, сколько тебе лет. Ты должен выходить, выигрывать единоборство. Ты должен, как это сказать, показать свой уровень. Вот. Я ими доволен, поэтому я их и выпустил. Да и выбор. Владислав Положкин выходит в важнейшем матче при счете 1-1. Насколько тяжело было вам это решение? Ни на сколько, потому что он лучше выиграл, чем другие ребята. Кто у меня на тренировках хорошо выиграл, все христианы. Он очень хорошо выиграл за дубль. Вот. Второй момент. По этой игре, конечно, вспомните, был эпизод, он один в один остался. Я говорю, в любой ситуации только иди в обыгрыш, ты нападающий. Не надо бы, когда он пробил, да, конечно, иди один в один без подстраховки. Даже не обыграешь, я тебе слово никогда не скажу, потому что ты нападающий, ты должен идти. Один в один это всегда, нападающий всегда идет в обыгрыш. Всегда, при любых обстоятельствах. Один в один на пространстве, в штрафной площади. Фуф. С таким судью? Да, ничего по судью говорить. Нет, ничего. Игорь Витальевич, давит то, что никак не можете обыграть на сайт? Да нет. Давит он на столб атмосферный. А на меня ничего не давит. Атмосфер перед началом зашел человек, начал запрещаться. И почему он эти ощущения в стадионе? Не понадобится кричаток. Невозможно задать вопрос. Вам это решает? Вы это слышите? Что с этим делать? Что с этим делать? Ну, вот когда полный стадион, ты никогда не слышишь, что кричат. Серьезно. Вот когда, помню, в свою бытность играешь, там 30-40 тысяч. Стоит такой гул. То есть, одни одно кричат, другие другое. Одни другие перекрикивают. Ты реально, вот ты находясь внутри, на футбольном поле, ты точно ничего не слышишь. Ну, так происходит. Значит, наши полные стадионы собирались тогда. Другого пути я не вижу. Ну, как? Ну, это всегда было, есть и будет. И везде кричат. Где-то песни поют. Но у нас, мы еще к песням не дошли. Матч вести у Мэр Минска. Может, вы были в курсе там? Индиректор говорил, что придет в начальник. Что? Показать из себя. Не, я не расслышал, извиняюсь. Мэр Минска был на матче. Вы были в курсе, может, вам доводились? Ну, не, вы знаете, я, ну, я считаю, что это хорошо, чтобы у Мэр Минска там, ну, это очень хорошо. Вот, но я никогда ребятам это тоже не говорю, что вот надо хорошо сыграть, потому что будет Мэр. Мы должны играть для болельщиков. Для меня самое важное, я думаю, что и Мэр Минска, он был как болельщик, который пришел поболеть за Динамо. Вот, поэтому я думаю, что это, знаете, в бане и за хлебом все равны. Так и на стадионе, я думаю, кто бы не пришел на стадион, он за кого-то болеет, переживает. Логично. Мы играли не для Мэра, мы играли за наших болельщиков и за тех, кто пришел за нас. Мэр Митач, вы говорите, что уже ищете усиление и динтанцию? Есть предложение? Хотя можно вспомнить, почему нет? Я чувствую, Русецкий с тобой видно, да? Тебе дал задание. Вопрос другой. Раз хорошо себя проявляют молодые игроки, может усиление не нужно, а лучше добыть результаты и давать акции? Нет, я вам скажу так, что молодые ребята, они будут расти только рядом с сильными футболистами. Рядом между собой, находясь в своей, они расти не будут. Человек растет только тогда, когда есть от кого-то учиться. Мы всегда учимся у кого-то. Я рад, что в моей карьере были, я считаю, великие тренера, лучшие тренера, которые. Вот. Поэтому я учился у них. Вот. Поэтому, чтобы наши молодые ребята еще больше прогрессировали, до них должны быть примеры людей, на которых они будут учиться. Я учился, я говорю, там, берем этот, нет, я говорю по футболистам, с которыми я играл, мне очень много дал Алдаир. То есть, он показывал, как располагаться, как это, ты замечаешь, там, смотришь, там, как Коновара играл в обороне. То есть, ты учишься всегда у лучших. А у кого им учиться друг у друга? Ну да, я им там покажу все, но поверьте, они быстрее будут учиться, когда вокруг них будут положительные герои, которые будут их вести за собой. Дядьки такие хорошие. Поэтому, в хорошем плане, дядьки. Потому что есть такие, что ту тундру отведут, и потом дороги не найдешь. Есть лидеры отрицательные, есть лидеры положительные. Вот я всегда старался, чтобы у меня были в команде положительные лидеры. Я всегда очень сильно смотрю за человеческими качествами. Дагунков, просто Кихинде фатали на сегодняшний день положительный герой? Я считаю, что он не играет на свои возможности. Складывается, вообще нет. Нет мотивации? Я не знаю. Я считаю, что он может значительно лучше играть. Но чтобы лучше играть, надо лучше тренироваться. Он пропустил очень много. У него не было подготовительного периода. Потом он получил травму, уехал на полтора месяца. А поверьте, футбол – это каждодневный труд. Только тогда можно показывать свои сильные качества. Я знаю этого футболиста. Наверное, с 2012 года я его осматривал. Но у нас бы шансов не было динамо его купить в то время. Потому что он стоил очень больших денег. Сегодня он из-за того, что сбавил себе требования, он не соответствует тому уровню, которому он играл, когда он был в Астрии в Румынске. Я его видел, вместе с Яховым играл. Он был очень сильный нападающий. Сейчас буду пытаться, конечно, его, но только через работу. Как только он добавит в своих функциональных кондициях, это будет другой фаталь. Но без функциональных кондиций, ребят, нельзя играть в футбол. Любой футболист, спортсмен сказал. В ноябре прошлого года, когда хоккей наконец-то приходил, в Клининской динаме, точно такое уже поле, то есть в сезонах предыдущего премьера, он себе развал антикризис на время. Вы себе как-то считаете? Нет, я не считаю, что антикризис. Я сюда... Да, я пришел в кризис. Вот кризис в Белшине был, вот они и вылетели. У нас я не считаю, что у нас кризис. Мы выберемся. У нас возможности больше, чем у бобручан. Я себе не считаю антикризисным. У нас все равно самые большие требования. У нас не стоит задача не вылить. Логично? У нас стоят другие цели. Но мы должны быть готовы. Вот еще вопрос. А почему был провальный отрезок? Вы же не помните, что на меня полкоманды тоже поменялось? Да, да, да. И вы тогда сами говорили, что форсируют подготовку. Но у меня тогда было проще. У меня был костяк команды. Костяк команды, который был готов. Вы же сами отмечали, что в Динамо Минс в том году лучше всех вел единоборство, больше всех их выиграл. Причем и внизу, и вверху, и на всех участках. Мы играли плотнее всех. У нас был самый высокий прессинг. Мы играли агрессивно. Логично? Ну это почему? Потому что это такая подготовка команды. Да, может мне не хватало исполнителей, мастеровитых, еще что-то. Но я брал другими. Организации, дисциплины и подготовка. Сейчас у меня что, другие исполнители? Но сейчас у меня нет этой подготовки. Поэтому моя задача сейчас опять организовать, дисциплинировать. И как можно быстрее поднять ребят. Да, сейчас придут там новички. Они тоже придут в разном состоянии. И вот это не просто это. Спасибо, что мне в том году дали возможность. Я уже как бы все опробировал, уже знаю куда двигаться. Но в том году же мы в концовке, помните, уже другая игра была. Все, набрали ход. А когда тебе приходят там новые люди, их в разном состоянии. Это не так просто, ребята. Восемь человек в том году пришло между кругами, правильно? И мы еще в Еврокубках играли. Если вы помните, мы и ДАК прошли по 2 матча. Помните, игра была? Интересная? Интересная игра была, да. Почему-то все Зенит забыли, когда мы 4-0 обыграли. Все забыли, что был полный стадион. Этого никто не помнит. Все просто помнят именно 8-1. Хотя на самом-то деле тоже было 4-0. А что вы говорите? Ну, мне не стыдно. Мне не стыдно говорить, потому что Зенит еще никто в России в этом году не обыграл 4-0. Мне не стыдно. Не стыдно смотреть на всем глаза. Вот и все. Кто еще собирал полный стадион? Когда в последний раз собрался полный стадион 22 тысячи? На футбол. В Беларуси. Сколько? 29 тысяч. В каком году? 2012. На стадион Динамо? Да. Ну, хорошо. Но у нас больше не вмещал на зених. Понимаешь? Ну, больше не вмещал на стадион. Понимаешь? Был же аншлаг, правильно? Ну, лучше знали. Ну, почти аншлаг. Прости аншлаг. У нас три свободных бизнеса. Ну, хорошо. Ну, почти аншлаг. Но это что, не праздник для людей? Ну, почему-то все это забыли. Никто не хочет об этом вспомнить. Вам могут сказать, что пришли до семьи? Да какая разница? Может, на хоккей. Тоже, может, люди приходят посмотреть на суперзвезд, которые приезжают. И, я думаю, люди получают удовольствие, когда наши ребята на равных играют с ними, там, обыграют. Вспомните, сколько матчей Динамо Минс хоккейный обыгрывал. Грандов выносил. И с Катом. Ну, полный стадион. 15, правильно? У нас полная коробочка ходит. Это что, не праздник? Не праздник, когда по проспекту победителей едут машины, там, все с флагами, все ждут этого. Это и есть праздник. Так надо жить, ребят, может, праздником. Мы будем все делать возможным. Поверьте, нас немножко откинули чуть-чуть назад. Будем еще сильнее. Все вопросы больше нету? Да, спасибо. Спасибо большое. Виталий, спасибо. Спасибо. До свидания.